Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Семи белорусским компаниям возместят часть процентов за пользование банковскими кредитами. В их числе и два предприятия нашего региона. Через несколько дней в Гомеле на аукционные торги выставят четыре участка под частную застройку. Как готовят специалистов для IT-сферы в ГГУ имени Франциска Скорина интервью с экспертом. А теперь обо всем подробнее. Семи белорусским компаниям, которые реализуют инвестиционные проекты, в этом году возместят из бюджета часть процентов за пользование банковскими кредитами. Об этом пишет Белта. В списке два гиганта Гомельской области. Проценты возместят белорусскому металлургическому заводу и Гомсельмашу. Возмещение будет идти за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, направляемых на развитие высокоэффективных производств. Продолжаем выпуск. Развитие IT-сферы сегодня активно поддерживается в нашей стране. Это не только трендовое направление, но и возможность притока инвестиций. А высокие зарплаты и востребованность таких специалистов на рынке труда во многом препятствуют, как принято говорить, утечке мозгов. В сегодняшней программе я расскажу о том, как готовят айтишников ГГУ имени Франциска Скорины. Мой собеседник, декан факультета физики и информационных технологий Дмитрий Коваленко. Судя по мировым рейтингам, Беларусь занимает одно из ведущих мест по подготовке программистов. Сейчас, например, вы видите, что даже вот у нас в Беларуси, в Гомеле, в Гомельском регионе работают такие ведущие компании, как ИБИ и ИПАМ. Если бы у нас не было такой платформы, не было бы таких специалистов, естественно, у нас они не смогли бы работать и успешно развиваться при этом же. Но то, что сейчас мы готовим высококлассных айти-специалистов, это говорит о том, что, например, в этом году всего на факультете выпускается 178 выпускников, которых мы обеспечиваем рабочими местами. Из них 58 — это специалисты в области айти-сферы. И все они нашли работу и распределены в различные компании. Недавно факультет поменял название. Расскажите, пожалуйста, добавились новые специальности, обновился преподавательский состав. Что изменилось? Название факультета мы поменяли. Если раньше у нас факультет назывался физический факультет, то сейчас это факультет физики, информационных технологий. Почему произошло такое изменение? Еще буквально два года назад мы набирали на шесть специальностей на наш факультет, и одна из них только была связана с IT-областью. Сейчас мы набираем на семь специальностей, и четыре из них уже связаны с IT-областью. Казалось бы, зачем столько много IT-специальностей на факультете? Сразу вопрос возникает. Получается так, что здесь IT-область тоже довольно широкая. И у нас появились новые специальности, как программируемые мобильные системы, электронные системы безопасности, компьютерная физика. Ну и, конечно же, наша специальность, по которой мы уже ведем набор абитуриентов, это давно, это АСОЭ, автоматическая система обработки информации. Вот здесь получается так, что специальность АСОЭ, она больше связана с какими-то компьютерными сетями, сетевыми технологиями. Программируемые мобильные системы. Сразу возникает вопрос, что это программируемые мобильников. На самом деле это больше вопросы связаны с робототехникой. Электронные системы безопасности, связанные с системой безопасности, специальность сама за себя говорит. Здесь, если так уже простым языком говорить, электронные системы безопасности, это фактически системы, с помощью которых можно построить или спроектировать умный дом. То есть это системы слежения, контроля и так далее. Ну и компьютерная физика. Компьютерная физика у нас такая специальность, которая связана с моделированием различных физических процессов. Потому что сложные физические процессы, сложные технологии, конечно же, без моделирования сделать невозможно. Все наши специальности, они, конечно же, возникли на основе тех специальностей, которые у нас уже существовали на факультете. Например, электронные системы безопасности, у нас есть очень хорошая специальность, это физическая электроника. Физическая электроника, на этой специальности мы готовим специалистов, которые, в общем-то, должны работать в электронной промышленности. Основным потребителем, кстати, у нас здесь является предприятие «Интеграл», которое у нас по 15-20 человек забирает к себе на предприятии с года в год. И, кстати, представители этого предприятия «Интеграл», они являются сотрудниками нашей кафедры радиофизики. И наши студенты имеют возможность писать уже дипломы, курсовые дипломные работы уже конкретно под предприятия, под требования предприятия. Фактически предприятия уже, вот когда они берут эти 15 человек, они готовят к себе уже готовых специалистов, начиная с третьего курса. Вы заговорили о том, что плотно сотрудничаете с предприятиями Беларуси, да, и они забирают уже студентов к себе на практику, на работу. И, насколько я знаю, с технопарком такая тесная связь, да? Расскажите, пожалуйста, какие предприятия готовы брать на практику студентов? И туда вы и трудоустраиваете в последующем их тоже? Да, ну, мы тесно сотрудничаем с парком высоких технологий. И парк высоких технологий, что хочется отметить, тоже идет к нам на встречу, потому что они издают для абитуриентов специальный журнал, в котором они прописывают факультеты, которые готовят высококлассных специалистов. И вот мы как раз-таки входим в десятку лучших факультетов по подготовке этих IT-специалистов. Ну, основные, это, конечно же, наши ведущие компании, это ЭБИМ, ЭПАМ, ну и другие компании, которые входят в парк высоких технологий. И для них мы тоже осуществляем подготовку этих специалистов. Идем дальше. В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в мае составил 0,3%. Соответствующая информация размещена на сайте Национального статистического комитета. Продовольственные товары подорожали на 0,6% по сравнению с апрелем и на 8% по сравнению с маем минувшего года. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,2% по сравнению с апрелем и выросли на 2,5% по сравнению с маем прошлого года. В целом, с начала года товары и услуги подорожали на 2,7%. Продукты питания на 3%, непродовольственные товары на 1,1%. Сильнее всего за этот год выросли цены на услуги на 4,4%. Напомню, что в этом году в марте в Беларуси была зафиксирована дефляция. Правда, на продовольственные товары. Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше, чем на 9%. Пока темпы роста цен на них ниже, чем по предварительным прогнозам. За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%. В 2015 году на 12%. 21 июня в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион. На торги выставят 4 земельных участка для приобретения в частную собственность. Два из них расположены в областном центре по улице Старого Лотовской. И по одному в новой мельче и новой жизни. Начальная цена на них варьируется от 22,5 до 32 тысяч рублей. На сегодняшний день у нас 37 земельных участков, которые мы готовы предлагать. То есть они полностью сформированы и готовы к продаже. В отношении 13 даже объявлены уже аукционы. Ближайшие даты это 21 июня и 5 июля, на которых мы будем предлагать 13 участков. Как в частную собственность, так и на право заключения договора аренды. В отношении 20, то есть 37 у нас готовы к продаже, 20 у нас в процессе формирования. То есть итого, скажем так, 57 участков, которые на территории города мы готовы предложить потенциальным покупателям. Что это за участки? Ну, в основном, конечно, мы формируем для индивидуального жилищного строительства, потому что эти участки действительно наибольшим спросом пользуются. Конечно, есть объекты и торгового назначения, и общепита, и какие-то производственные объекты, то есть спортивные. То есть есть, но в основном, конечно, доля, львиная доля, это индивидуальное жилищное строительство. Подробную информацию по условиям проведения аукционов можно получить по номерам телефонов в Гомеле. 8-232-310-948, это землеустроительная служба Гомельского горосполкома, или 8-232-4197-86, это Гомель Геодесцентр. На этом у меня все. Встретимся через неделю.